Правонарушение преступления в спорте, например, договорные матчи или незаконные, ненадлежащие ставки, могут иметь коррупционную составляющую, однако нередко караются в соответствии с другими положениями национальных законодательств, отметил он. Это объясняется сложным составом преступлений, высокой степенью латентности и непредсказуемости спортивной преступности, а также особенностями правового статуса спортивных федераций и организаций. Важно и то, что мир спорта глобален и, как следствие, противоправная деятельность в нем и смежных сферах выходит за пределы отдельных государств. Поэтому столь важно укреплять международное сотрудничество в данной области, чему и призвана способствовать наша конференция. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что нынешняя конференция – вторая по счету. Первый такой форум состоялся год назад и был приурочен к проведению в России чемпионата мира по футболу. «С учетом многочисленных положительных откликов решили продолжить эту работу и организовать вторую конференцию в развитии прошлогодней инициативы», – добавил он. «В роли соорганизаторов выступили Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене и Италии. В международном праве до настоящего момента не удалось достигнуть согласия даже по общепринятому определению термина «коррупция», – продолжил Сарамолотов. Вместе с тем государство, осознавая тот факт, что коррупция затрудняет движение вперед и справится с ней в одиночку не под силу ни одной стране, развивает многосторонние инструменты противодействия коррупции с целью гармонизации подходов и повышения эффективности борьбы с ней как на национальном, так и на международном уровне, что является одним из основополагающих условия обеспечения принципа неотвратимости наказания. Главным таким инструментом является Конвенция ООН против коррупции. С этим, кстати, связаны проведения нынешней конференции в преддверии заседания рабочих органов Конвенции. Коснувшись вопроса о наличии коррупции в российском спорте, высокопоставленный дипломат заметил, что спорт в России подвержен коррупции ничуть не в большей степени, чем в других странах. В то же время, поскольку этот вид преступления зачастую не ограничивается лишь одной сферой жизни, Россия стремится обеспечить комплексный подход к борьбе с коррупцией, подчеркнул он. Борьба с коррупцией является безусловным приоритетом государства. У нас противодействие этому злу ведется по всем направлениям в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы и, конечно, нашими обязательствами в рамках различных многосторонних антикоррупционных форматов, в частности в рамках БРИКС, группы 20, организации экономического сотрудничества и развития и других.